Дорогие коллеги, переходим к рассмотрению повестки дня об утверждении соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации, городом Москвой и Московской областью. Докладывает Демишкан Владимир Семенович, министр потериального образования Московской области, правительства Московской области. Пожалуйста, Владимир Семенович. Уважаемый Валерий Евгеньевич, уважаемые депутаты, представляю на утверждение Московской областной думы соглашение об изменении границ между субъектами Российской Федерации, городом Москвой и Московской областью, подписанной 29 ноября текущего года губернатором Московской области Борисовичем Громовым и мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. В настоящее время граница между городом Москвой и Московской областью определена соглашение между субъектами Российской Федерации от 30 июня текущего года, утвержденным постановлением Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации 13 июля 2011 года. Действующим соглашением установлено прохождение линии смежной границы в соответствии со сложившимся порядком землепользования. В то же время по поручению президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева от 27 июня 2011 года в целях развития Московского региона, в том числе для размещения законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти России, создания и развития международного финансового центра в Российской Федерации, губернатором Московской области Борисовичем Громовым и мэром Москвы Сергеем Сергеевичем Саммяниным была организована работа по выработке предложений по изменению границ между Москвой и Московской областью. Законодательно установленная процедура изменения смежной границы субъектов Российской Федерации предусматривает подготовку странными соглашения об изменении границ, которые после подписания главами этих регионов подлежат утверждению законодательными органами двух субъектов Российской Федерации и направляются на утверждение Совета Федерации Собрания Российской Федерации. К данному соглашению прилагается на сегодня картографическое изображение границ, а также картографическое описание границ в виде текстового описания и геодеследических данных, каталога координат в двух системах областной и московской. Соглашение предусматривает исключение в состав города Москвы 21 муниципального образования, в том числе двух городских округов, 19 городских сельских поселений на юго-западном направлении, а также трех неизвеселенных участков территорий на западе от Москвы. Кроме того, в целях согласования смежных границ двух регионов с фактически сложившимся землепользованием, предлагается передать состав Московской области, это городской область Химки, часть территории в районе Куркино, от города Москвы общей площадью от 1,3 гектара для размещения центра МЧС по московскому областью. В соглашение вступает в силу со дня принятия Советной Федерации постановления о подтверждении изменения границ. При этом с момента принятия указанного постановления и до 1 июля 2012 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляются нормотворческие, организационные и иные мероприятия, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и осуществления после завершения переходного периода в полном объеме полномочия органов государственной власти Москвы на включенный состав города и территории. Прошу утвердить указанное соглашение. Спасибо. Пожалуйста, вопросы коллеги. Пожалуйста, Четеремисов. Владимир Семенович, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы поясните, пожалуйста, чем вызвано заключение такого соглашения между Москвой и Московской областью? Это первый вопрос. И второй, какие заключения даны правовым управлением правительства Московской области и Государственным правовым управлением Московской областной думы? Ну, первое, я в докладе отразил, чем вызвано это соглашение, поручением президента страны о расширении границ города Москвы. Что касается заключения, значит, правового управления правительства, оно положительное. За правовое управление думы я не могу так, в смысле, комментировать. Так, пожалуйста, Грудини, Павел Николаевич. Мы должны в Совет Федерации, два представителя здесь сидят, предоставить вместе с соглашением об основании целесообразности, сведения о территориях, перечень расположенных административных и муниципальных образований и многое другое. К этому соглашению эти документы приготовлены, и если они приготовлены, почему они не поступили в Московскую областную думу? Они приготовлены, перечень, ну, это достаточно короткий документ, он есть, я его могу в конечном итоге озвучить. Что касается остальных документов, они существуют. Обоснование целесообразности. Если вы его не представили в Думу, то придется вам задавать вопросы. Финансовое обоснование. В результате отделения этих территорий губернатор оценил потери областного бюджета не менее чем в 30 миллиардов рублей. Я вам напомню, это 10% областного бюджета. Значит, кто ответит за то, что люди станут жить хуже на остальной территории Московской области? И каким образом будут замещены эти деньги? А Дмитрий Сергеевич Собянин, видно, скажем так, со своей стороны, обещал, неоднократно на этой прессе опубликовалось, деньги муниципальным образованием, прилегающим к территориям, которые будут отданы Московской области, из расчета 3 миллиарда рублей муниципального образования. Какие муниципальные образования получают деньги? Потому что у нас, как вы помните, а вы министр по территориальным образованиям, есть два вида, муниципальные районы и поселения. Для поселения Булатниковского 3 миллиарда, ну много. А для Ленинского района, муниципальный район, это мало. Так вот, прокомментируйте мне целесообразность финансовой основы, а также потери, которые будут размещены каким образом? Значит, ну в экономическом обосновании, так сказать, там это все прописано. Я могу так сформулировать, что, вне всякого сомнения, потери от изменения границы от передачи территории, конечно, существует. Значит, ну, наверное, для этого существует и переходный период, чтобы решать эти вопросы. Думаю, что здесь простой арифметикой проблему не решишь. Здесь же речь идет о том, что поручение президента, это речь не идет только о двух субъектах и кто что получает и приобретает. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, вопрос стоит в том, что я помогу. Не надо помогать министру, он же у нас голос имеет. Он же у нас не финансист, не экономист. Что же, вы задаете вопросы сегодня по всем вопросам? Это представитель губернатора. Губернатор сам лично не пришел на эту встречу, хотя я смотрю, там собаки бегали. Значит, означает, что губернатор собирался прийти. Это вопрос теперь к тому, кого губернатор сюда назначил представителем. Финансовое обоснование существует или нет? Существует. Покажите его, что же вы в Думу-то его не принесли, если он существует? Что вы его прячете? Почему в Думу не поступили документы, которые должны поступить в Совет Федерации? Что, Дума не может разобраться в этих документах? Какие документы, Владимир Владимирович? Еще раз говорю, в соответствии с законодательством. К нам должны поступить следующие документы. Обоснование цивилизованности изменения границ. Там должно быть финансово-экономическое обоснование того, что происходит. Еще раз, всякая вот, скажем так, депутата, которые по столько лет просидели, должны на кнопки нажимать и регламент соблюдать. Вы их останавливаете. Поэтому я еще раз прошу ответить мне на вопрос, где финансово-экономическое обоснование и любое другое обоснование, а также остальные документы, которые мы должны представить в Совет Федерации. Где они? Что касается картографических материалов, они представлены в Думу. Я там перечислил вам перечень того, что вы должны представить. Вот. Варик Евгеньевич, это когда к вам поступило и каким образом оно здесь оказалось? Как только поступило, сразу... Вы мне показываете только один документ, это картографическое описание. Но если уж вы хотите, я вам задам вопрос по картографическому описанию. Там написано в соглашении, что мы, в том числе и Калужскую область, затрагиваем. Вы мне скажите, как министр профильный, у нас установлены границы между Москвой, Московской областью и Калужской областью, официально? Установлены. Зачем же вы говорите неправду? У нас нет соглашения с Калужской областью. У нас нет прохождения Совета Федерации, Совета Федерации этого документа. Поэтому вы вводите заблуждение депутатов. У нас граница с Калужской областью не установлена. А вот у муниципального образования Нарфаминский район есть внутренняя граница, которая на самом деле установлена законом Московской области, но не Советом Федерации. Поэтому не путайте одно с другим. Внутренняя граница Нарфаминского района не есть граница. Хорошо, Павел Николаевич, дальше вопрос следующий. А может, все-таки вы попросите губернатора прийти сюда? Хочется в глаза вглянуть. Я один полномочий, спасибо. Спасибо, пожалуйста, Романович Александрович. Спасибо, я снял вопрос, потому что его... Спасибо, Вердиханович Александрович, пожалуйста. Владимир Семенович, вы на вопрос депутата Черемисова сказали, что это по поручению президента. Да. Вы все-таки не могли бы объяснить, чем это вызвано? Да, расширить границы Москвы? Непонятно. Ведь задыхается, я помню его фразу. Но ведь в советское время в Москве было много заводов, фабрики. Возможно, была необходимость привлечения рабочей силы, так называемых лимитчиков. А сейчас-то почему задыхается? Чем вызвано именно расширение границ Москвы? Объясните, пожалуйста. Но я не могу больше объяснять, кроме того, что сказал. Я не могу в данной ситуации комментировать поручение президента страны. Что он имел в виду, когда задыхает и так далее. Нет, ну простите, Владимир Семенович. Ведь мы здесь все-таки депутаты. Да. И учитывает ли мнение, вот это соглашение, мнение жителей Московской области? Почему мы без них это делаем? Спасибо. Нет, оно учитывает... А как, где учитывается? Каким образом учитывается? У нас что, был референдум, был опрос, ничего не было? Что касается законодательно, то изменение границ между субъектами Российской Федерации не прописано, ну строго будем говорить, процедуру этого процесса. Что касается учитывания мнения, оно учитывалось через решения соответствующих советов депутатов. То есть в каждом муниципальном образовании, которое касается... Это имеется в виду те территории, которые отходят к Москве? Да, да. Которые с изменением границ отходят... А остальная Московская область? Что, мы не единый регион? Единый. Это что, каждый район теперь может принимать решение присоединиться к Москве? Владимир Семенович? Если учитывать меня не жителей. Я ответил на вопрос, который вы задали. Спасибо. Пожалуйста, Еремеевна Саннательна Николаевна. Самое главное, что избран новый парламент. И вот это очень парадоксальное сегодня заседание, что мы не даем право депутатам, например, фракции ЛДПР, которых будет у нас трое, расширится фракция и так далее. Почему мы сейчас на себя берем ответственность без всяких обоснований отдавать такой большой кусок Московской области? И самое страшное, что нам ничего за это не компенсируют. Это просто сговор, чтобы сохранить почетное пребывание вышестоящих должностных лиц Московской области дальше в обойме почетных, так сказать, отставников. Больше, например, никак нельзя расценивать последнее заседание такое позорное решение мы принимаем. Как могут вот сейчас депутаты, которые не избраны, потом будут с вами смотреть в глаза избирателям, что они ни за что просто так отдали по области? Вопрос, пожалуйста, Наталья Николаевна. Я спрашиваю, почему это не на первом заседании, когда избран новый парламент, который может разобраться наконец-то в этом? Все понятен вопрос. А не с теми людьми, которые спели и так далее. Наталья Николаевна, понятен вопрос. Пожалуйста, конечно. Уважаемый председатель, уважающий депутат, в соответствии с статьей 65 регламента прошу прекратить премьер и вынести этот вопрос на голосование. Так, пожалуйста, по регламенту Грудиня. Есть, конечно, желание заткнуть рот депутатам, которые хотят разобраться. Потому что как-то Иван Николаевич Жуков на фракции, я там присутствовал полтора года назад, говорил, что Кузнецов всегда прав и поэтому нечего с ним спорить. Сейчас примерно та же ситуация, где Иван Николаевич Жуков пытается прекратить премьер, даже не начав их, только по одному простому поводу. Чтобы, не дай бог, люди не узнали, что на самом деле произойдет. Спасибо. Пожалуйста, Грудинин, выступление, пожалуйста. Вопросы закончились. Я специально для Игоря Юрьевича Бронсалова и Николая Ивановича. Совет Федерации будет принимать решения, исходя из интересов граждан России. У каждого вопроса есть три момента – политический, экономический и морально-этический. Если говорить как зампредкомитета по экономической политике, то финансово-экономический аспект очень неприятный. Мы отдаем территории, которые уносят вместе с собой не менее, а по разным оценкам это не менее 30 миллиардов до 60 миллиардов рублей. Это от 10 до 20 процентов областного бюджета. И не получаем никаких компенсаций. На данной территории проживает порядка 250 тысяч граждан. И если бы эти деньги потратить просто на этих людей, то мы бюджетную обеспеченность на душу населения довели бы не до Москвы, а даже до Парижа, наверное. И поэтому ухудшение остальной части жизни граждан, а это, соответственно, невозможность доплачивать к пенсиям, как это делает Москва, повышение тарифов, как это. А я вам напомню, в Москве тарифы 60 процентов от стоимости, а у нас 100. Мы выполнили постановление правительства. И вот тут возникает другой момент, политический. Помните, как говорят, что оказывают медвежью услугу, да? Вот у нас тут пытаются оказать медвежью услугу населению Московской области. Но еще это на пословице русской говорит, он семь раз отмерь, один отрежь. Даже в самом коротком, скажем так, документе, который подготовили правовое управление, видно сразу, что мы нарушаем все законодательство Российской Федерации. Понятно, что в Москве, в том числе благодаря Юрию Михайловичу Лужкову, законодательство Российской Федерации не действовало. Там не доведены тарифы до 100 процентов, там пенсии гораздо выше, чем в России, там зарплаты бюджетников совершенно другие. И поэтому граждане, проживающие на данной территории, которые отходят в Москве, хотят уйти в Москву. Хотя еще раз для членов правящей партии, единой Россия будет тогда, когда будут одинаковые пенсии, одинаковые зарплаты бюджетников и одинаковые тарифы на ЖКХ по всей территории Российской Федерации. Тогда у людей не будет желания поменять место жительства, не выходя из квартиры. А теперь морально-этический метод. Вы понимаете, что сейчас происходит? Попытка уходящей думой и, наверное, уходящим губернатором, потому что президент уже сказал, что будет делать оргвыводы, решить данный вопрос. Если честно, 150 лет назад отменено крепостное право. 150 лет назад Александр II принял решение. И вдруг царь одному воеводе отдает земли вместе с приписными крестьянами, вместе с больными, которые в больницах, со всем остальным. И говорит, вот давайте. Обоснование какое? Вы знаете город будущего над посолью для чиновников? И оказывается, в Московской области есть пустырь. Так было сказано. У нас нет пустырей, у нас земли сельхозназначения. Мы там пашем и сеем. Крестьяне со своими коровами не смогут переехать. Это значит удар по продовольственной безопасности в Московской области и страны. У нас нет проблем с дорогами, потому что если федеральная служба возьмет деньги из федерального бюджета и федеральные дороги расширит, то никаких пробок на территории Московской области не будет. И никто не сказал, что если в Бутово построить широкую дорогу, от этого на третьем транспортном кольце пробки сразу рассосутся. И никто не сказал, что из центрального федерального округа, переселенного, потому что точечная застройка была сделана, кто-то уедет под Калужскую область и поэтому дышать станет легче. Поэтому ни кислород не увеличится, ни пробки не уменьшатся. А чиновники, как жили в центре Москвы, так и будут жить. Просто ездить будут чаще туда-сюда. Поэтому построить на территории Московской области, ну скажем так, ведь перенесли же Конституционный суд в Санкт-Петербург, никто не заметил потери бойца. Ну точно так же можно построить где-нибудь, так называемом пустыре на самом деле, на земле к северном значении, какой-то город для чиновников. Пускай там живут, размножаются, особая порода людей пойдет. Кстати, Олег Евгеньевич, я тут ехал сюда на Думу, на лифте, а один лифт сегодня стоял. Вы знаете, чиновники остановили лифт для себя. И он стоит и ждет, а все остальные в другом лифте в два раза медленнее ездят. Вы прекратите это в Новой Думе. Это же безобразие какое-нибудь. Но вот эти вот особые порядки и особое без мнения людей, без референдума, без разъяснения, а кто же возместит эти деньги, и почему у нас дальше пенсии будут не так большие, как в Москве. Вот это делать нельзя. Сейчас Дума вот эта уходит. Многие там думают, что они будут замминистрами, могут думать, что там что-то по голове погладят. Кстати, еще раз я вам напомню, когда-то, пять лет назад, принималось решение, помните, о однопартийном голосовании, то есть по партийным спискам. И депутаты такие же думали, что их возьмут в списки. Помните, как все это было, да? И что в результате получилось? Здесь тоже самый процесс. Сейчас вы проголосуете, а потом повернутся и скажут, знаете что, а будут жить эти люди, как Барехова-Зуева, в других территориях, где будет денег гораздо меньше, чем было раньше. И никто не сказал, что коррупция уменьшится. Значит, чиновники начнут в глаза смотреть людям, потому что наша голова собирается быть префектом Новой Москвы. Всем обещаны места управ. То есть ситуация останется той же самой, только мы потеряем большое количество налогов. Спасибо. Я понимаю своего коллегу, Павел Николаевич, он мой адрес очень много сказал. Ну что, были у меня, конечно, недостатки. Лифтов у нас достаточно три. Еще и даже четвертый лифт есть. Я думаю, что в процессе новое руководство Думы разберется. Ну, у нас нет, мне кажется, каких-то проблем в этом вопросе. А что касается в целом, значит, я думаю, что коллеги, после выступления, думаю, что Совет Федерации, вот на это еще обратите внимание, отправим материалы, городская Дума, областная Дума, Совет Федерации как раз там будет все прописано в отношении тех вопросов, о чем задавался Борисович Еремейцева. Я думаю, об этом сейчас скажут и Васильев, и Романович, и многие другие. Мы совершенно не знаем, как Совет Федерации будет принимать. А там в Совет Федерации будет прописано вот те вопросы, замечания на которые сделал наш государственный правоуправление. Потому что я лично встречался с Платоновым, лично встречался с юристами Московской городской Думы. И сегодня еще раз Николай Павлович как раз вот сказал, что 29-го Совет Федерации будет рассматривать вопрос. И как раз вот те вопросы, которые есть, и они затронут на Совет Федерации. Думаю, что возмещение будет делать, безусловно, федеральный бюджет. Думаю. Не думаю, но так будет, и будет все прописано. Он принят на три года уже. Все, да, хорошо. Гердиханов, пожалуйста. У нас выступлений-то не было еще выступлений. У нас только начались выступления. После этого предложения идет запись на выступлении. Давайте определимся по этому предложению, а потом будем записываться, если мы это не пригласимся. Да нет, я не уговорю, что это. А с вами она была налега. Это точно. Вот они главные записки, правильно? Я помню. Оставится вопрос на голосование. Кто за то, чтобы прекратить? Ну что ж, я... Ну подождите, что это такое сразу? Ну запас... Ну, Шавласенович... Да что за диктант? Шавласенович, зачем вы принимали этот регламент? С первого декабря он зашел в законную сеть. Вы объявили мое выступление. Меня поправляет депутат. Я говорю, что Валерий Евгеньевич, поставлен вопрос. Почему вы не поставили его на голосование? Это вполне естественно. Я должен выполнить закон, регламент, который вы лично голосовали. Ну как вы объявили уже выступление? Ну я-то не поставил вопрос. Я прошу, я прошу мое выступление выслушать, а потом уже поставят на голосование. Пожалуйста. Потому что вы объявили мое голосование, выступление. Шавласенович. Да. Ну я не понимаю. Почему вы считаете, что здесь правильно, там... Нет, вы объявили мое выступление. Меня поправил депутат. Есть регламент. Я должен подчиниться этому закону. Мы же все законодатели. Я должен подчиниться. Регламент – это закон. Я вас объявил. Меня тоже поправляют. Я просто пока вот слышал, как Грудинин рассказывал мне, как бороться с коррупцией. Я вот не знаю, как выращивать коров и сеять малину, там, клубнику. А он борьбу с коррупцией знает. Поэтому я немножко вот об этом подумал и забыл, о чем сказал Алексеев. Теперь я поправляюсь. Тем более, значит, Алексеев – это, значит, у нас старейший депутат теперь в Новой Думе. И он, значит, тем более, он еще будет представлять, кто будет руководителем Думы. Вдруг ставится вопрос на голосование. Кто за то, чтобы прекратить... Мы потом вернемся. Пожалуйста, Грудинин, по регламенту. Это депутаты, которые не читали регламенты, особенно глава Николай Константиновича Алексеева. Да, конечно, вы можете прекратить премия. Но сразу тем депутатам, которые хотят выступить, скажу, что по мотивам голосования все имеют право выступать. И тут невозможно в соответствии с регламентом постановить депутат. Конечно, конечно. До 9 часов вечера. И поэтому, если наши уважаемые хотят выступить, то тогда они могут говорить по мотивам столько, сколько они считают нужным. Поэтому голосуйте в премиях, не голосуйте в премиях. По мотивам все равно будут все выступать. Вот, Шабар Алексеевич. Пятерка. Чувствуется, читал регламент. Вот сейчас пятерка тебе. Ну вот, видишь, сразу надо было так сделать. На эту кнопку нажать. На какую нажал? Нет, сейчас голосование должно пройти. Пожалуйста, кто за то, чтобы прекратить премии, прошу голосовать. Решение принято. Пожалуйста, по мотивам, по мотивам, Шабар Алексеевич. Ну и все. Спасибо. Все-таки по мотивам можно. Ну, я, честно говоря... Какая разница? Вы знаете, вот смотрю, казалось бы, персонально каждый уважаемый человек, серьезные, солидные люди. А вот в целом, если посмотреть, это что-то непонятное. Для меня непонятно, как вот такой важный вопрос, который касается каждого жителя Московской области, и мы его так несерьезно рассматриваем. Здесь депутат Гурдинин поставил вопрос насчет морально-нравственной, этической стороны вопроса. Это очень важно. Неужели мы так не любим свою Московскую область, и получается так, как известный эпизод из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию, Кеннский область говорит шведам, так пускай забирает. Вот похоже на это. Неужели так вот с бухты-барахты, вот не думая, и прогибаемся, и причем получается так, вот последнее заседание, мы умываем руки, и разве это солидно? Вот почему нельзя было этот вопрос, допустим, заблаговременно до выборов провести? Наверное, боялись, что народ не поддержит тех, которые принимают это решение. И после выборов с бухты-барахты, не согласовываясь с людьми, не зная их мнения, а мнение известно, и мы здесь вот прогибаемся из-за того, что вот кто-то сказал, что Москва задыхается. Я еще раз скажу, Москва что, задыхается за воду-фабрики у нас? Нет. Если, допустим, нужно министерству, вывести можно из Москвы в Московскую область, зачем отнимать территории? Вот Конституционный суд вывели в Санкт-Петербург. Территорию-то там, точно так же можно вывести. Складывается такое впечатление, что эти территории давно уже скуплены несколькими людьми, и теперь надо перевести в статус городской территории, земли, и чтобы там нагреть и деньги наживать. Я считаю, что если мы здесь сидящего депутата проголосуем за это соглашение, не рассчитывайте, что память народа короткое. Нет, не короткое. Это аукнется. Аукнется в последующем. Спасибо, пожалуйста. Прошу голосовать против. Спасибо. Пожалуйста, Васильев Николаевич, по мотивам. Сегодня на обсуждении Думы рассматривают серьезнейший вопрос, который касается целостности одного из основных субъектов Российской Федерации. Фракции Компартии Российской Федерации не понимают, во-первых, почему этот вопрос решается так поспешно, без детальной проработки, в Комитетах Госдумы, документ только получили, без ряда других документов финансо-экономического обоснования. Почему это решает вопрос старый состав Думы? Потому что это вопрос будущего Московской области. Мы прекрасно понимаем, что главенствующая роль при обсуждении подобного рода вопросов отводится юридическим и правовым вопросам. На руках у нас у всех имеется заключение Госправового управления, в котором, так сказать, отражены основные проблемы, на которые мы сегодня не можем получить ответ. Противоречия, которые возникают в связи с требованием бюджетного налогового законодательства, противоречия, которые возникают в переходный период, который в соглашении определяется, по сути дела, полгода, противоречия, которые возникают в связи с исполнением своих полномочий органами местного самоуправления на тех территориях, которые предполагается отдать городу Москву, и множество других. И самое главное, что в этом документе, и в заключении правового управления говорится, в этом документе доказательно говорится о том, что у нас таких полномочий по принятию сегодня утверждения этого соглашения у депутатов Госдумы и в целом Московского областного дома просто нет таких полномочий. Для этого требуется, если по этой процедуре идти, нужно принимать специальный федеральный закон, который снимет эти противоречия, или выходить на более всеобъемлющие решения, это проведение референдума на территории Московской области по данному вопросу, который все вопросы правовые снимают. Поэтому, с учетом сказанного, мы, фракция Компартии Российской Федерации, будет голосовать против принятия этого соглашения. Считаем, что полномочий у нас таких нет. Спасибо, Романович, пожалуйста, Александр Иванович. Да, конечно. Пожалуйста. Уважаемый Валерий Евгеньевич, уважаемые коллеги, я позволил себе выйти на эту трибуну, не говорю там последний, крайний раз, но тем не менее, чтобы сказать несколько слов по поводу сегодняшнего заседания и по поводу соглашения, которые мы обсуждаем. Мои коллеги из фракции Коммунистической партии Российской Федерации много говорили о правовых вопросах, много говорили о экономического характера. Я же хотел сказать о вопросах политического характера. Я сегодня не услышал, как и все мы, что такое поручение президента. Это что? Какой правовой статус этого документа? Покажите этот документ, это указ президента. А кто у нас выступает сейчас? Не вижу, а ты же, что. Похож ты. Похож. Я не услышал сегодня, вот этого, и не увидел этого документа поручения. Я обращаю внимание депутатов Думы, что поручение это уходящего президента. Замедите, а то под монастырь подбедет. У меня под монастырь. Я подчеркиваю, повторяю, что это поручение уходящего президента, который сам объявил о том, что он уходит со своего поста. И очень важный, да, еще один вопрос, это из области русского языка или из области лукавства. Мы называем это соглашение изменением границ. Это как это можно понять, изменение границ, если мы увеличиваем площадь Москвы в два раза, отдаем 160 тысяч гектаров. Это как? Это лукаво. Это, знаете, напоминает мне 12 стульев, когда Стап Бендер пришел устраиваться художником на корабль. И его спросили, кто с вами? Он говорит, вот мальчик. И увидели, когда кису Воробьянину, сказали, как же это мальчик? Пусть тот, кто скажет, что это девочка, бросит в нее камень в лицо. Так вот, мы, получается, меняем границы, а на самом деле отдаем полтерритории. Ну, не полтерритории, а большую часть Московской области. Как здесь было подчеркнуто с людьми, с квартирами, с участками. Не спросив их об этом, в частности, меня, как жителя Московской области, как жителя Нарафаминского района, как жителя Нового Глаголи, никто об этом не спрашивал. Равно как и всех моих соседей, которые в большинстве своем против такого решения. Значит, уже на тех землях, которые отдаются Москве, которые собираются отдать Москве, приостановил всякая экономическая деятельность. Значит, это касается и земли, это касается и развития инженерных коммуникаций, и так далее, и так далее. Кстати, вот наш комитет, комитет по земле, природопользованию, никто не спросил мнения. На комитете этот вопрос не обсуждался, а мы землю отдаем, коллеги. И самое главное, что в этой ситуации хотелось бы подчеркнуть лишний раз, что это решение принимается нашей думой старого состава. То есть той думой, которая не будет работать в ближайшие пять лет в стенах этого здания. Тем самым мы подставляем тех людей, которые придут сюда, на наше место. Я предлагаю сегодня сделать справедливый выбор и проголосовать против этого соглашения, не отдав часть московской области Москве. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Уважаемый Валерий Евгеньевич, я хочу обратить внимание всех нас на то, что идут выступления по мотивам голосования, а в соответствии с новым регламентом, это означает, что выступления должны дают возможность депутату публично объяснить причины, по которым он голосует по данному вопросу за, против или воздерживается. Затем, для выступления по мотивам отводится всего две минуты по нашему регламенту. Поэтому, если выступающий перебирает это время, то продлить его можно только по согласию большинства депутатов, присутствующих на заседании. Спасибо. Пожалуйста, Грудинин по регламенту. Николай Николаевич прав, только он должен весь регламент прочесть. Если фракция сейчас коммунистов или эсеров попросит, мы прервемся и будем долго обсуждать это. Если мы хотим еще раз затянуть этот процесс или уйти вообще от обсуждения, то можно, конечно, пользоваться регламентом, но не забывайте, если они старались статье регламента, прочитайте ее внимательно. А я там еще записался по мотивам, за две минуты я уложусь. Павел Николаевич, пока нет, идите посмотреть на мой компьютер. Может быть, вы записались, у меня ничего нету здесь. У вас все время стирается почему-то? Вот, вот сейчас, вот сейчас. Я трижды уже нажимаю на кнопку, но вопрос, как... Пожалуйста, по мотивам Грудинин, по существу и почему, о чем сказал Владимир Константинович. Так вот, регламент знают не только они, но еще и все остальные. Поэтому за две минуты можно сказать, что мы против, я против этого решения по одной простой причине. И это похоже на аннексию. Когда выводили войска из Афганистана, так быстро не уходили. Сначала увели всех, потом решили вопрос, а тут Лариса Ивановна нет, с нотариатом, с мировыми судьями, с ГАИ, со всеми остальными структурами. И только после этого, после того, как будут замещены доходы, а я вам напомню, что налог на прибыль, авансовые платежи, а у нас основным налогом является налог на прибыль в формировании бюджета. И все это, когда будет решено, только тогда можно принимать конкретное, окончательное решение. Семь раз отмерь, один отрежь. Поэтому попытка не проводить референдум, не слушать людей, не интересоваться мнением граждан, привела к тому, что на выборах мы получили результат, который на самом деле не ожидали, даже те, которые, самые худшие прогнозы для партии власти говорили, медвежью услугу людям оказывать не надо. И особенно для тех депутатов, которые сейчас проголосуют, а потом уже растворятся. Не голосуйте за обнищание Московской области. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, Вердиханов, Шаблазисович, по регламенту. Я, Валерий Евгеньевич, предлагаю, если поставим на голосование, если не снимет вопрос, то голосование провести поименно. Вот это предложение фракции. Спасибо. Пожалуйста, Черемисов, Ксадий Иванович. Предложение прозвучало, поэтому... Пожалуйста, пожалуйста. Жуков Иван Николаевич, пожалуйста. Мы поддержим провести поименное голосование и... Давайте его и проведем. Я так понимаю... Ставится вопрос на голосование. Кто за то, чтобы провести поименное голосование фракции КПРФ и Единой России? Не голосуют. С Мы не голосуем. Не голосуют. Нет, я давайте вопрос... Так по именному голосованию я должен сказать? Нет, вообще вынести вопрос на голосование. Мы поддерживаем весь этот вопрос. Ставится вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять постановление Московской областной думы об утверждении соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации, городом Москвой и Московской области, прошу голосовать за основу постановления. Поименное голосование. Кто за то, чтобы постановление Московской областной думы принять в целом, прошу голосовать. Минуточку. Букин что у вас? Нет? Мотивом голосования он должен голосовать? Нет, говорит, ничего. Ставится вопрос. Ну что-то у меня Алексеев, Букин зажигается, я поэтому и говорю. Кто за то, чтобы принять в целом, прошу голосовать. Тридцать принято в целом. Уважаемые коллеги, проект постановления Московской областной думы принято. Направляем мы в Московскую городскую думу и в Совет Федерации. Коллеги, на этом повестка дня исчерпана. Я бы от всей души хотел бы, в заключении хотел бы поблагодарить всех депутатов Московской областной думы 4-го созыва за ту работу, которую делали за все 4,5 года. Я считаю, что депутаты Московской областной думы поработали за 4-й созыв хорошо. У нас достаточно много законодательных инициатив. Мы занимаем первое место среди субъектов Федерации 2-й Краснодар и 3-й Москва. В целом, я хочу сказать, подготовили регламент хороший в течение 4-х лет. Ну и, конечно, я хочу сказать, что в целом консолидированно работали и фракции все три. Ну и все, я считаю, четко выполняли требования нашего закона Московской области, Московской областной думы. Ну и, конечно, хочу сказать, что взаимодействовали и с правительством Московской области, и с губернатором, с муниципальными образованиями. Поэтому от всей души хочу сказать большое спасибо. Если что-то мной было сделано не так в 4-м созыве, ну что, не так просто все делается. Председатель это, значит, один, остальные все начальники. Поэтому всем пожелаю удачи, успехов, здоровья и до скорой встречи. До свидания.